Здравствуйте, друзья! Тема нашего сегодняшнего урока – это восстановление текста со старых документов. Вот то, что вы видите на экране – это смертный медальон солдата времен Великой Отечественной войны. Такие смертные медальоны находят при раскопках. Как видите, здесь текст полностью выцвел и ничего не видно. Но это только кажется. На самом деле информацию в некоторых случаях можно восстановить. Конечно, не полностью, но можно восстановить некоторые буквы, некоторые слова. И затем поисковые отряды уже по этим отдельным обрывкам информации находят родственников и находят действительно тех людей, которые неизвестны, которые пали смертью храбрых. И затем уже эту информацию они публикуют в архивах. Дело очень полезное, нужное, и, конечно, таким людям нужно помогать. Этим файлом со мной поделился Ярослав Трубников, за что ему огромное спасибо. Мне было тоже очень интересно посмотреть, восстановить текст. То есть пришлось пробовать несколько способов. Один из них я вам покажу. Вам не обязательно пользоваться именно таким способом. Можно, например, попробовать здесь вытянуть информацию в цветовом пространстве Lab. То есть там покрутить каналы, получить разницу и попробовать восстановить текст. Но я воспользовался несколько другим способом. Итак, давайте попробуем. Посмотрим на каналы изображения. Вот так они выглядят. Можно слегка увеличить масштаб. Как видите, особо-то здесь ничего и не видно. Поэтому я действовал следующим способом. Создавал корректирующий слой, выборочная коррекция цвета. И двигал ползунки, которые отвечают за данные цвета. В данном случае это желтый цвет по большей части, такой желтовато-красный. И поэтому в этом диапазоне и нужно работать. Давайте попробуем. Нам нужно получить хотя бы минимальную какую-то разницу, чтобы текст проявился. Создаю корректирующий слой. Выборочная коррекция цвета. Вот он. Включаю здесь режим абсолютный. Выбираю красный цвет. И начинаю сдвигать регуляторы. Смотрю при этом, что получается на картинке. Так, ну, вот что-то уже начинает проявляться. Не так, конечно, явно. Так, а если прибавить желтый, и сделать вот таким образом. Так, с красным пока отложим. Поработаем с желтым цветом. Все-таки желтого здесь больше. Давайте попробуем. Так, вот что-то уже начинает здесь проявляться. Но пока не совсем явно. Добавим красный. То есть нужно посмотреть, когда уже здесь будет проявляться в каких-то строчках информация. И таким образом двигать регуляторы. Давайте перейдем опять на желтый. Попробуем в нейтральных оттенках. Вот, вот уже что-то видно. Так, вот я вижу здесь буквы. Давайте попробуем сдвинуть на 100. Увеличим. Вот видите, уже начал проступать текст. Попробуем еще подвигать. Так, вот здесь он лучше уже проявляет. Я думаю, что вот так и оставим. Попробуем еще сдвинуть желтый. Так, нет, желтый здесь без толку. Так его и оставим. Теперь, чтобы нам проявить вот этот текст, который начал здесь уже выступать, я добавляю корректирующий слой черно-белое. И начинаю регулировать оттенки. Так как здесь больше всего зеленого цвета, добавляю зеленый. Мне нужно осветлить бумагу и добиться максимального контраста между текстом и бумагой. Так, ну красный цвет здесь особо ни на что не влияет. Оставим его пока. Вот эти оттенки тоже. Ну и пурпурный тоже ни на что не влияет. То есть получается, что здесь только желтый цвет у нас оказывает влияние. Желтый и зеленый. Вот мы уже начинаем кое-что различать. Давайте уменьшим. Вот мы можем здесь различить населенный пункт сельсовет. Бестак или бестяк. Погуглив, я увидел, что это бестяк. В фамилии явно читается первая буква Б и затем буква Т. Вот эта буква мне непонятно какая. То ли Р, то ли А. Но во всяком случае, вот в этом небольшом населенном пункте уже по первым буквам вот этим, я думаю, что можно отыскать фамилию этого человека. То есть отыскать, допустим, его каких-то родственников. Но мы можем несколько еще усилить контраст между вот этими буквами и основой. Для этого я создаю копию всех слоев. Ctrl-Alt-Shift-E. И для усиления локального контраста можно применить любой плагин, детализатор, либо можно применить фильтр камеры RAW, который есть в Photoshop. Иду в меню фильтр, фильтр камеры RAW, и начинаю здесь двигать регуляторы. Для того, чтобы усилить локальный контраст, я использую в первую очередь регулятор четкость. В английской версии он называется Clarity. К сожалению, вы видите, что изображение, видимо, было отсканировано все-таки в формате JPEG, потому что начинают проявляться вот такие артефакты. Поэтому подобные медальоны или документы с каким-то текстом, который практически не читается, лучше всего сканировать с максимальной глубиной цвета и в TIFI 16 бит, чтобы не было вот таких артефактов. Давайте посмотрим, что здесь еще можно проявить. Попробуем что-нибудь вытянуть. Так, ну, в общем-то, особо здесь ничего и не вытягивается больше. Можно попробовать чуть экспозицию дернуть. Не вот так. Светлые тона. Нажимаем ОК. И попробуем еще что-нибудь здесь прочитать. Вот здесь я вижу адрес семьи. Фамилия похожа на Николаев. То есть уже можно найти каких-то родственников. Вот здесь буквы не совсем читаемые. Здесь опять же написан сельсовет Бестяк. И вот здесь еще можно определить группу крови. То есть здесь написано явно третье. Б3. То есть уже по группе крови можно найти будет этого солдата. Вот таким образом можно восстанавливать старые тексты с документов, где текст практически не читается. То есть нужно искать где-то разницу с помощью корректирующих слоев и затем эту разницу усиливать. При желании можно попробовать и другой способ. На этом все. С вами был Евгений Карташов. До встречи на следующих уроках. Если урок вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok